Geometry Dash это аркадная игра, вышедшая в 2013 году разработчиком Робертом Топало, который создал компанию по созданию игр RobTopGames. Игра присутствует как для мобильных аппаратов, так и для персональных компьютеров Steam. В данный момент игра имеет 20 уровней с уникальной фоновой музыкой. Основная задача игрока с помощью кубика и других средств, например, как ежик или ракета, добраться до конца, перепрыгивая через препятствие. Если игрок влезается, то уровень начинается сначала. В игре присутствует редактор уровней, где игрок сам может создать уровень и выложить его на всеобщее обозрение. Некоторые люди любят эту игру только из-за ее музыки. Геймплей в Geometry Dash очень простой. Игроку нужно только нажимать на сенсор экрана, если он играет на мобильном устройстве, или на кнопке пробел, ЛКМ, или стрелка вверх, если он играет на ПК. И кубик будет реагировать и прыгать. Возможно, что вместо кубика может появиться другой вид транспорта – ракета, гравитационный шар, НЛО, волна или робот. Все уровни, за исключением трех в полной версии Club Step, Theory of Everything 2 и Deadlock, разбракированы с самого начала, так как они могут быть воспроизведены в порядке. Попутный игрок сможет получить до трех секретных монет в каждом официальном уровне, которые распространены в скрытых и труднодоступных местах. Порталы различных форм и размеров часто встречаются в мире и влияют на персонажа во многих отношениях. Они могут менять форму, размер, скорость персонажа, активировать двойной режим, телепортировать игрока и зеркально отразить происходящее. Также в игре есть специальные усилители, которые могут заставить прыгнуть персонажа в воздухе, изменить гравитацию и заставить его сделать флип в воздухе. Геометрия Dash Meltdown вышла 19 декабря 2015 года и не является продолжением оригинальной игры и даже DLC. Эта игра вышла отдельно и предназначила как небольшое дополнение. На данный момент в этой игре есть всего три уровня. The Seven Seas, Viking Area и Abon Robots. В отличие от основных уровней, они были лучше детализированы. Музыка, как всегда, придавала атмосферу игре. Все три саундтрека были написаны одним автором, F777. В дополнение нет редактора уровней и очень мало достижений. Ее можно скачать бесплатно только на iOS и Android. Субтитры делал DimaTorzok